Ladies and gentlemen, дяденьки и тетеньки, мальчики и девочки, дедушки и бабушки, знакомые и незнакомые, друзья и недругие, всем большой привет! Я, знаете, приятно удивлена и крайне рада тому факту, что в моем канале уже больше ста тысяч! По этому случаю я хочу рассказать вам 21 факт о себе. Поехали! Должна сказать, что мои основные интересы, увлечения и хобби с детства практически не изменились. Меня всегда интересовала музыка, путешествие и фотография, и это со мной осталось и по сей день. Поэтому, если это можно объединить в один факт, я, пожалуй, это сделаю. Я просто не могу жить без музыки, путешествий и фотографий и видео. Факт номер два. Меня зовут Дарья Шашина. Я с недавних пор использую псевдоним Луна, поскольку это одно из моих любимейших имен детства, так же, как и имя Александра. Луна. Это на самом деле обычное европейское имя, так в Италии, Франции, Испании зачастую называют своих дочерей. И в переводе на русский язык обозначает Луна. Луна это 100% женская энергия, а поскольку я давно занимаюсь изучением кармических вопросов, о взаимоотношении мужчин и женщин, энергии, то это имя просто всплыло из-за граммов моей памяти и осталось, как само собой разумеющейся. Факт номер три. В детстве я занималась в музыкальной школе по двум классам скрипка и фортепиано, в художественной школе и в театральном кружке. Факт номер четыре. У меня повышенная пластичность тела, я не знаю, как это правильно называется, у этого есть какое-то особое название, если знаете, напишите в комментариях. Короче, я могу год ничем не заниматься или вообще просто ничем не заниматься и с легкостью поднять, например, ногу вот так вот прямую наверх. Факт номер пять. В детстве я некоторое время ходила в обычную британскую школу, она находилась под городом Бирмингем в Англии. Дети в классе считали меня отсталой, потому что я не говорила, я не знала языка, не могла выразить свои мысли. И именно это послужило толчком выучить английский язык. Факт номер шесть. Я человек, застрявший между мирами. Я сейчас вам поясню. Так получилось, что я воспитывалась с детства в России и моя жизнь была полностью пропитана всем американско-европейским, даже скорее американским. То есть я смотрела западные фильмы, слушала западную музыку, одевалась в такую же одежду и то же самое было с другими вещами. И когда я поехала в Америку, первой моей мыслью и целью было остаться там, потому что я была уверена на сто процентов, что это мое место, я здесь все знаю. И когда я приехала, естественно, я была на одной волне со всем этим. Я просто убедилась в том, что я сейчас нахожусь наконец-то там, где я должна находиться. Чуть позже я начала общаться с девочками и мальчиками, дружить с ними и начала понимать, что что-то не так. Вроде все так, но что-то не так, что не так. И в тот момент я поняла, что Россия — это огромная душа, это глубокий смысл в каждом слове, в каждой букве. Я захотела назад домой, я поняла, что мой дом здесь, в России. И вот так получилось, что я какой-то недоамериканский, недорусский человек. Факт номер семь. Вы знаете, я не переношу лицемерие. У меня есть несколько знакомых, девочек и мальчиков, которые дружат ради выгоды. Причем у меня такое ощущение, что они сами не отдают себе в этом отчеты, это у них где-то идет на подсознание. Так вот, в моем случае это просто невозможно. У меня либо есть расположение к человеку, тяга к нему, либо у нас просто ничего не выйдет. Факт номер восемь. Как бы я описала качество своего характера? Я добрая, веселая, чересчур эмоциональная, вспыльчивая, требовательная, нетерпеливая, свободолюбивая, лидер, прямая. Четко знаю, чего хочу и стараюсь смело идти к своим целям. Факт номер девять. Я не могу сидеть без дела. То есть даже если мне какая-то ситуация не позволяет делать то, что я хочу, я начинаю заниматься чем-то другим. Я постоянно нахожусь в поиске максимально интересного и продуктивного пребывания. Например, если мы приезжаем куда-то за границу, я не могу спокойно остаться в номере или пойти там обедать, если не знаю, что находится за соседним холмом. Только после того, как я узнаю, что там, я чувствую себя расслабленнее. Факт номер десять. Этот канал я завела для собственного раскрепощения в вопросе последовательного и целостного изложения своих мыслей. Плюс ко всему я просто обожаю весь процесс создания видеоролика, начиная от задумки, от придумки идеи, о чем будет ролик, и заканчивая уже установкой аннотации непосредственно на самом канале YouTube. Кстати, мне ежедневно приходят сообщения с благодарностью за вдохновение, и я должна вам сказать, что эти сообщения вдохновляют меня на дальнейшее существование в соцсетях и на канале. Поэтому ловите. Факт номер одиннадцать. Мой любимый цвет бирюзовый. И мои любимые цвета в одежде это черный, серый и бежевый. Такой цвет кэмл. Факт номер двенадцать. Я не особо люблю изменения в чем-либо, и такой эдакий старовер. И это периодически напрягает моего парня и меня саму. Факт номер тринадцать. Я положительно отношусь к трепетному внешнему уходу за собой, за различными манипуляциями по усовершенствованию своего тела. Но, конечно, только если это подкрепляется духовным поиском и саморазвитием. Факт номер четырнадцать. Я не переношу грязь. Чистота и уют в доме для меня просто обязателен. И даже если я нахожусь не в доме, а, например, в отеле, я все равно стараюсь максимально за собой убрать. Чистоту я поддерживаю сама, и, конечно, у меня были попытки призыва горничных, которые не увенчались успехом. Потому что я слишком требовательная, и люди зачастую не могут исполнить всех моих пожеланий. И впоследствии ко мне пришла мысль, что я, в принципе, не хочу, чтобы какие-то люди оставляли свою энергетику у меня в доме. Поэтому я максимально делаю все сама. Факт номер тринадцать. Я люблю сильных, уверенных в себе, самодостаточных людей. И не люблю повторюши, которые, знаете, скопируют что-то, сами поверят в это, что это создали они. И потом ходят всех вокруг, убеждают, что это придумал он сам или она сама. Факт номер шестнадцать. Я люблю классические произведения в литературе. Мне нравятся пьесы Антона Павловича Чехова, пьесы Мольера. И моя самая любимая книга «Две жизни» к Конкорде Антаровой. Факт номер семнадцать. Моя любимая еда — это советский жарный хлеб с маслом. Факт номер восемнадцать. У меня бывают любимейшие вещи, которые я ношу до самых позорных дыр. И только после этого могу с ними расстаться. Факт номер девятнадцать. Мои любимые мультики и фильмы. Это «Анастасия», «Полярный экспресс», «Каролина в стране кошмаров», «Один плюс один», «Дневник памяти», «Один дома», «Гарри Поттер» и «Воскринь колец». Факт номер двадцать. Я постоянно придумываю людям другие имена и очень люблю коверкать слова. Факт номер двадцать один. Я мечтаю и чувствую необходимость высадить лес рядом с рекой или озером. И, конечно, будет большим подарком, если там уже будет взрослый лес, сосновый или кедровый или другие деревья, среди которых найдется место для нашего дома. Ну вот и все. Я рассказала вам двадцать один факт о себе. Если у вас появились какие-то вопросы, пишите их внизу в комментариях. Ставьте палец вверх, если видео понравилось. И подписывайтесь к Дионю и подписывайтесь на мой канал. Чао-ка-као! Субтитры подогнал «Симон»!